Приветствую вас друзья, с вами Варчик. В этом видео я попытаюсь вам рассказать, как я прокачал танк АМХ-65Т. Это начало новой ветки, которая появилась в этом патче 9.21, последний патч этого года. Итак, что же он нам принес в этой ветке? Начинается эта ветка с французских тяжелых танков 7 уровня, от которого идет ветка в сторону к 8, 9, 10 левелам. На 7 уровне нас ждет АМХ-М4 Мле-45, который, честно говоря, тоже не очень. Я еще не сказал ничего про восьмерку, а уже говорю, что тоже не очень. Ну вы поняли. В принципе, 7 уровень обладает небольшой альфой, нормальным пробитием, кривой пушкой с плохой стабилизацией, отсутствием брони, средней такой подвижностью, не особо выдающейся, поскольку брони-то нет. Поэтому сравнивать с подвижностью тяжей такое. Плюс еще у танка пушка опускается только спереди, и даже на борт она не опускается. За что спасибо балансировщикам, которые решили, что этот танк выбивается из статистики, и у ВН ему даже на борт нельзя. Хотя, ну имба просто жесть. Как же он карает рандом, поэтому срочно нерфить в хлам. Отмочившись на этом танке, мы переходим к восьмерке. Казалось бы, если предыдущий танк не очень, то это должен быть хотя бы нормальный. Ага, сейчас. Восьмерка у нас еще хуже, чем семерка. За счет того, что танк тоже плохой, как и седьмой, но при этом восьмерку кидает к десяткам часто. А семерку, ну хотя бы к девяткам. Итак, что же мы имеем на восьмом уровне? Мы имеем здоровенный танк, который не едет, не танкует, не поворачивается. Пушка у него не опускается, он неудобный. Какие же у него есть плюсы? Ну, пока мы его качаем, у нас небольшая альфа, более-менее нормальное пробитие на предтоповой пушке. На стоковой башне у нас УВН 10 градусов, на топовой башне 8. При топовой башне прикольно то, что там пушка опускается, но топовую пушку туда не всунешь. Топовая пушка встает только в топовую башню, и у УВН там только 8 градусов. Вот такие пироги. Также еще топовая пушка находится сбоку, и для прокачки следующего танка изучение пушки не требуется. Поэтому можно пройти без нее. Но стоит ли ее качать, вопрос. В принципе, если проходить по-быстрому на стоковой башне при топовой пушке, то в принципе можно обойти топовую пушку. Но топовую башню придется выкачать. Но танк я пробовал и со стоковой башней, и с топовой башней, и с разными пушками. Он мне не понравился и не так, не так. Но все же, когда я его докачивал, я проходил в топовой башне и в топовой пушке. Поскольку там альфа довольно-таки хорошая, 400 на 8 левеле, это довольно-таки хорошо. Пробитие 218, хотя на при топовой пушке пробитие чуть больше. Но альфа поменьше. По сути, посоветую вам только одно. Особо на нем не едьте на первую линию. Держитесь второй линии и играйте аккуратно через холмики или укрытие, или вообще можете становиться с ПТшками и просто кемперить урон. Казалось бы, ты что-то такое говоришь, это тяжелый танк. А вы попробуйте на нем поиграть сначала, и вы поймете, что вы не захотите на таком тяжелом танке играть в ближнем бою. У него здоровейнейший корпус, он просто дырявый. И вот как контур корпуса видите, вот так он и пробивается. Башня раз в году там что-то танкует, но даже в лоб башни часто вам от ПТ-8 будет прилетать с уроном. Так еще и лючки есть на голове такого размера, что у некоторых танков такого размера башни. Вот и получается, что добавим к этому еще плохую подвижность, динамику, и поймем, что ближний бой это такое. Если ехать в ближний бой, то если это какой-то турбо бой, где вы выигрываете, и просто едете со своими союзниками, либо как танк поддержки из-за спин, когда враги отвлечены, либо КД, либо кемперить. Это зависит от того, что происходит в бою. Танк в любом случае, в любом компоновке неприятный. Он просто неудобен. Даже если поставить не топовую башню, а стоковую, которая в разы меньше топовой, все равно корпус большой никуда не денется, тем более он ватный. Я же этот танк проходил очень просто. На топовой башне и топовой пушке просто занимал такие аккуратные позиции, с которых можно просто кемперить и накидывать урон по чужому засвету. По сути все. И иногда, когда в бою такая была ситуация, я играл в ближний бой, и стрелял только когда враги отвлечены, или КД, и я бесплатно смогу выкатиться, дать альфу и спрятаться. По сути все. Этот танк больше не может ничего. Очень негативное у меня впечатление от этого танчика. Неприятный, неудобный, просто фу. Это при том, что я за свободку открыл все его модули, попробовал со стоковым орудием башни, с топовым орудием башни, и в любом случае я недоволен ни тем, ни тем, и он просто ужасен. Но два совета я вам в принципе дал, которыми пользовался сам. Пока я пробовал как на нем играть, у меня была средуха на нем 1500, и процент побед в районе там меньше 40. Потом, когда я уже более-менее привык к этому танку, процент побед вытащил до 50+, а средний урон был 1900. Таким образом, я немножко на нем привык играть. Но когда я его докачал, я с радостью его продал. Никогда в жизни больше на этом чудовище, лючкастом, я играть больше не буду. Слава богу, я его прошел, ну и вовпень. 88 боев в аду, просто жесть. Это нам от разработчиков-балансировщиков подарок на Новый год. Качайте, люди, радуйтесь. Геймплей чудесный, рекомендую. С вами был Варчик, играйте красиво, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова